В прямом эфире мы продолжаем информационный выпуск. 30-летний юбилей отметил отдел дознания МВД России. Какова специфика работы дознания, чем занимаются органы дознания и чем отличается работа дознавателя от деятельности следователя? На эти и другие вопросы нашему корреспонденту Белли Джозаевой ответил старший дознаватель отдела организации дознания МВД Покрачева-Черкесии майор полиции Дахир Абреков. Здравствуйте, Дахир Вячеславович. Я хочу поздравить вас сразу с вашим профессиональным праздником. 16 октября – это день работников органов дознания. И хочу вас спросить, как вы пришли в систему МВД и вообще в органы дознания? Здравствуйте. В органы внутренних дел я пришел после окончания Волгоградской академии государственной службы при президенте Российской Федерации в городе Волгограде. Начинал работу в межмуниципальном отделе города Карачаевска после на должности инспектора ГАИ ГИБД МВД Покрачево-Черкесской республики. Затем на должности следователя следственного отдела отдела МВД России по городу Черкесску. И с 2018 года по настоящее время занимает должность старшего дознавателя отдела организации дознания Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике. Скажите, пожалуйста, в чем же заключается специфика работы дознавателя? Служба в дознании требует от каждого сотрудника профессионализма, выдержки, принципиальности, чуткого отношения к правам и законным интересам граждан. Работа дознавателя достаточно сложная, не терпит невнимательности. Дознаватель должен обладать знаниями уголовно-процессуального законодательства, криминалистики, а также других дисциплин и нормативно-правовых актов. Я хочу у вас спросить, чем отличается работа следователя от работы дознавателя? В чем разница? Дознание – это форма предварительного расследования. Основная обязанность дознавателя – провести полное и объективное расследование по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, в более сжатые, чем это предусмотрено органам следствия сроки. Дознание как форма предварительного расследования для этого и было создано, чтобы как можно оперативнее расследовать преступления небольшой и средней тяжести. При этом для качественного и объективного расследования приходится выполнять то же, что и следователям объем работы. В этом и заключается сложность расследования преступлений в форме дознания. Поэтому согласиться с тем, что дознание работает легче, чем следователю, было бы неправильно. Немного расскажите о своем коллективе. Как вы взаимодействуете? У нас дружный и сплоченный коллектив, взаимопонимание полное и, конечно же, мы все работаем на результат. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех дознавателей с профессиональным праздником. Желаю всем успехов, здоровья, счастья и терпения в нашей нелегкой работе. Ну что же, я еще раз поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Желаю успехов в работе. Спасибо вам.